МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом же в рамках Дней Москвы, а они проходили в течение двух дней, в городе состоялось более десятка мероприятий. Это круглые столы, конкурсы творческих работ, книжная выставка, концерты и даже хоккейный матч юношеских сборных двух мегаполисов. Я думаю, что главный итог о том, что мэр Москвы посетил Минск, и вчера была подписана программа сотрудничества на 4 года. Это научно-техническое сотрудничество, культурное, социальное, гуманитарное. Я думаю, что это главный итог проходивших дней. Итоги мероприятий, которые прошли, можно сказать, что они внесли дополнительный вклад, дополнительный импульс в наши братские отношения. Все они стали яркими событиями жизни столицы. Чтобы каждый нарушитель был замечен, фотоловушки на минских пляжах меняют место прописки. Напомню, такие скрытые камеры установлены на въездах в столичные зоны отдыха, чтобы запечатлеть автомобилистов, которые игнорируют правила парковки. По словам специалистов, прежнее расположение фоторадаров на деревьях не дало должного эффекта, так как с дальнего расстояния не было возможности разглядеть номерные знаки автомобилей. Сейчас в арсенале обслуживающих организаций шесть мобильных фотоловушек, и в течение сезона их могут устанавливать в разных местах. Полезный подарок к 60-му юбилейному выпуску сегодня преподнесли курсантам Минского Суворовского училища. Многофункциональный спортивный комплекс открыли на территории учебного заведения. К слову, построить такую спортивную арену удалось всего за четыре месяца. Сейчас в распоряжении воспитанников футбольная, гандбольная и баскетбольная площадки, а также тренажерный зал, полоса препятствий и обновленный пласт для занятий строевой подготовкой. Первыми опробовать газон на новом футбольном поле выпала честь выпускникам училища. Гол, гол, гол! Я хочу сказать, что руководство Суворовского училища при помощи Министерства обороны за очень короткий срок, за четыре месяца, смогло всю эту красоту сделать. И сегодня ребята-суворовцы получают хорошую многофункциональную площадку. Их профессия – делать город краш лучшего озеленителя в рамках городского конкурса «Минский мастер» сегодня выбрали в столице. За почетное звание соревновались сразу 10 команд. Победу в этом цветочном состязании одержала команда ландшафтных дизайнеров из Центрального района. Причем жюри интересовал не только итог работы, но и сам процесс создания оригинальных композиций. А как преобразился парь Горького в руках настоящих мастеров своего дела узнавала Оксана Семашко. Цветочное шоу развернулось в центре Минска. Сегодня в парке Горького столичные озеленители фантазируют на тему детства. Как видим, зарыть свой талант в землю, причем художественно и профессионально, удается каждому без исключения. Их конфетный букетный период длится уже много лет. Семейный дуэт озеленителей Виктории и Виталия Сайко за работу и можно повстречать не только на придомовом палисаднике, но и на улицах Минска. Рецепт у хрукотворных произведений прост. В ход идут цветы, декоративные элементы, мраморная крошка и щепотка щепы. Нравится эта работа и хочется, чтобы и возле дома своего было красиво. Как и на улицах города, так и дома. Я люблю свою жену и сравню ее с пионом, так как я ее люблю и ценю, уважаю. Временные рамки в этом цветочном состязании строго ограничены, чтобы соткать вот такое пестрое полотно у участников на все про все 2,5 часа. К слову, за этот промежуток в парке Горького конкурсантам удалось высадить больше 5000 гетисов в Бегонии Альтернатер. А наработанные аппетиты здесь укращались свежеприготовленной перловой кашей и горячим чаем. Мы вчера узнали, что здесь будет конкурс. И сегодня решили прийти сюда посмотреть. Посмотреть, как создаются красота. Лучше всего с творческим заданием справился коллектив Центрального района. Он воплотил свою флористическую задумку в композиции «Кораблик мечта». Второе место заняли озеленители Московского района, третье – сборное управление Центр. В целом, в городском конкурсе «Минский мастер» традиционно себя презентуют представители 40 профессий. Это порядка 20 тысяч человек. Впервые в этом году в соревнованиях участвуют метрологи. Участвование уже победителей по всем профессиям проводят в рамках праздника города. То есть накануне праздника города в субботу. Специальным призом отметили самого молодого участника и того, кто соревнуется уже не впервой. Молодой специалист – это не значит, что неопытный. Я уже тут третий год, ну как бы работаю долго, и мне нравится. Беда, что мы уже тут, нас выбрали. Дюймовочка, веселый будильник, попугай Кеша, герои мультфильмов и сказочных персонажей из цветов поселились возле домика Деда Мороза. Конкурсные клубы в виде живых полотен будут радовать мельчан и гостей столицы до конца лета. Оксана Симашко, Иван Боровой, телекомпания СТВ. И в завершении выпуска информация для водителей. Движение на улице Филатова стало односторонним. Такие изменения ввели на участки от Тухачевского до Народной возле 5-й городской больницы с целью увеличить пропускную способность улицы. Сейчас проезд автомобиля организован в направлении от улицы Тухачевского к Народной. Кроме того, на улице Филатова слева по ходу движения организованы дополнительные парковочные места. Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Репортажи, эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Всего доброго и до встречи.